Большое спасибо всем, кто помогает распространять ведическое знание через соцсети. Есть много людей, которые администрируют социальные сети. На социальных сетях сейчас порядка 400 тысяч человек в контактах разных группах. Самая большая группа — 200 тысяч человек. И это благодаря усилиям многих людей совершается. И поэтому я хочу более взять свою благодарность к людям, свое тепло, любовь к ним. Также многие люди переводят мои книги на другие языки. Тоже это делают добровольно. И это порядка 20 языков. То есть переводятся многие лекции на разные языки. И также многие люди транскрибируют мои лекции, создают цитаты, видеоролики и так далее. Я хочу поблагодарить всех этих людей, которые помогают в этих проектах. Также вы можете тоже участвовать в этом образе вместе. У вас есть желание, можете на свой язык переводить в мои лекции, книги. Хочу сказать, что сейчас мне много уже поступило просьб. С плачем, желанием, чтобы мои лекции массово переводились на английский язык. И если у вас кто-то есть знакомый, желающий этим заниматься, нам нужны все добровольцы. Лекции переводить непросто, нужно много времени, поэтому... А лекций много, поэтому нужно много добровольцев, которые переводили в лекции на английский язык. Такое предвижение. Значит, сейчас мы будем ответить на вопросы. Мне нужны старые записки, на которые я не отвечал. Там есть. Они где-то лежат. Там есть, у меня Геннадий. Так много, как было. А те просто по здоровью и по режиму дня. Вы сказали, вы не будете... По режиму дня надо тоже. Надо? Надо, да. Значит, формат такой. Если многие ко мне подходят, хотят индивидуальную консультацию. Если вы хотите индивидуальную консультацию, я имею определенные взгляды на этот счет. Так как я могу много чего сказать интересного, люди часто меня эксплуатируют, выжимают из меня все соки. Я чувствую, что это, ну, Господь не радуется в моем сердце, когда я пытаюсь там все будущее сказать человеку. То есть они просто люди, просто выдавливают из меня информацию, желание, чтобы я за них жизнь прожил. Потом, когда не получается так, как я сказал, они начинают меня за это отвинять. Также из меня пытаются выдавливать диагнозы. Если я, допустим, сказал немножко не так диагнозы, то тогда меня опять за это отвиняют. В общем, такого плана, как бы общение, мне очень не нравится. И мне не нравится вообще этот стиль, когда ко мне подходят и пытаются из меня что-то выдавить. Я не для этого сюда приехал. Я приехал для того, чтобы вам давать знания, как жить. А не для того, чтобы вы меня эксплуатировали своим желанием, понаслаждаться информацией, которую я о вас могу сказать. Но если у вас есть какая-то трудность в жизни, то опыт показывает, что эта трудность решается с помощью такого понятия, которое существует во всех духовных границах, как исповедь. Исповедь — это открытая вещь. Если человек хочет, чтобы узнать о себе и спрашивает при всех, я с удовольствием отвечаю. Я вижу, что в этом случае человек захватил свою цену, если он открывается, если он при всех что-то говорит. Поэтому есть два варианта сейчас ответить на вопрос. Или вы пишете в записке, я отвечаю в общем, и не могу по записке вам в частности ответить. Или вы встаете с места, и многие ко мне подходили, хотели что-то узнать про свою жизнь, какие-то трудные ситуации. Можете сейчас поднимать руку и вставать, и задавать вопросы, я буду отвечать. Но не задавайте вопросы по здоровью, потому что я этим вообще не занимаюсь, консультациями по здоровью, это занимаются мои помощники. По двум причинам. Первая причина — люди пытаются, чтобы я не поставил диагноз, и это неправильно, потому что диагноз нам поставили, серьезно изучая организм человека и исследуя. То есть они пытаются упростить процесс. А вторая причина заключается в том, что некоторые люди считают, что если Олег иначе посмотрел на меня, он может так же быстро вылечить, как и поставить диагноз. То есть люди говорят, а что мне вот, у меня бойло, что мне делать, прямо сейчас скажите. Они понимают, что мне надо 100 видов трав, умея как бы проанализировать за одну секунду. Мне надо как бы прогнозировать, что будет дальше со всем организмом, если эти травы будут воздействовать. То есть люди просто пытаются из моих мозгов сделать котлеты в этот момент. Я не могу лечить за секунду, просто отвечая на вопросы. Понимаете? И по этой причине еще я не общаюсь по здоровью, потому что от меня слишком много хотят. Я не могу лечить вот так раз, раз и все, и вылечил человек. Понимаете? Это просто самообман. Многие люди не хотят вкладывать усилия в то, чтобы лечиться. Поэтому они думают, сейчас подойду к Олегу Геннадьевичу, раз, только его спрошу, и все, я вылечился. Так не бывает. И когда я занимался этим под давлением стражащих почитателей, под давлением людей, я когда этим занимался, они же потом меня обвиняли в том, что я им это сказал. Если я все-таки под давлением говорю какой-то совет по лечению, ясно, что это неэффективное лечение. Эффективное лечение проводится в тщательном изучении человека, в тщательном контакте с ним. Ясно, что это не может сильно помочь. И человек начинает это делать, он чувствует, что это не сильно помогает. И я же опять-то наблюсь виноват. По этой причине у меня сильное отторжение от людей вообще, что я кого-либо по здоровью буду консультировать. Потому что от меня ожидания не соответствуют действительности. Понимаете? Чтобы поставить диагноз, нужно много трудиться над человеком. Я уже вам говорил, что мне нужно вентально изучать весь организм, а это 3-4 человека в день могу это сделать. Меня хватает только на тех пациентов, которые приезжают там в клинику. Поэтому давайте будем честными по отношению друг к другу. Если меня чего-то хотите в свете естественного, я не могу это выполнить. У меня нет такой возможности. По здоровью у меня есть консультанты, они вам расскажут. Какие-то советы дадут простые, которые я вам дать, и они знают, что я бы сказал на этой теме. Поэтому к ним идите, и на сайте у нас есть консультация по здоровью. Исплатные два человека мы платим зарплату ежемесячно двум человекам, которые специально, потому что большой интерес, консультация по здоровью. Мы даем людям возможность изучать эту тему, общаться по скайпу. Поэтому давайте будем честными друг другу по отношению друг к другу. Вот так вот. Как определить свою конституцию? Для этого надо изучать ответ. Опять этот вопрос не такой, как бы дешево получить то, чего дешево. Есть в целом тестовые системы. В интернете можно найти, я не знаю, даже у нас на сайте есть. Тест в моем виде, там отвечается по порядка 70 вопросов, да, разный. И в конце подсчитываются баллы и определяется конституция. Но даже если, допустим, вам скажут, что за конституция, вы не изучали ни сколько лет, вы не поймете, о чем речь даже. Надо чуть-чуть почитать о ДОСах. Там есть три основные конституции, то, что я на лекциях говорил. Да надо чуть-чуть поизучать, если даже вы поизучаете, вы по симптомам узнаете свою конституцию, даже по симптомам просто своей жизни. Есть разные понятия конституции, допустим, есть, а не все связаны с чем-то. Вот, допустим, есть три стихии – огонь, вода и воздух. И согласно этим три стихиям есть три конституции аэрведические. То есть это конституции связаны со стихиями. Есть, допустим, интроверты, экстраверты. Это конституции связаны с работой чувств. Если чувства в основном внутреннаправленные, то есть внутренне тела. Не то, что внутренне сознания, внутренне тела. Это не человек внутренней жизни, интроверты. Это тот, который как-то замкнут просто человек. Есть экстраверты, тоже конституции разные. Есть конституции ума. Это разные умственные, как бы. Дело в том, что полгодии планеты влияют на психику человека. И какая планета преобладает, такая конституция психики уже в соответствии с умом. Есть венерианские кипы, есть меккурианские, есть циккурианские киповые мышления. Это уже связано с линией на ум, конституции. Есть конституции связаны с разумом. Бывают люди в страсти, в благости, в невежестве. Это уже разум так работает. Есть конституции связанные с вармами, шаттри, байшти, ашутры, бракмам. То есть человек ученый по типу, он правительный по типу. Это уже с направленностью разума, а не с силой разума, а с направленностью разума связана конституция. Тоже конституция связана сразу. Ученый, руководитель, бизнесмен, рабочий. Четыре конституции. Так, так. Вам все сразу ответить? Ага, у нас две декорства. А скажите, пожалуйста, что лучше есть холодную пищу и пищу, подогретую микроволновкой? Лучше застрелиться. Сразу застрелиться, не учиться. Я не могу ответить на этот вопрос. Если у вас, допустим, очень холодная природа, и у вас пища вообще холодная, не переваривается, лучше есть пищу подогретую микроволновку и получить нарушение иммунитета. Но еще лучше подумать головой, как организовать свою жизнь. Потому что, смотрите, это не вопрос ваших возможностей, а вопрос желания. Привожу обычно такой пример. Что лучше, если вы кого-то сильно любите, у вас назначено свидание, и у вас нет времени. Что лучше, пойти на свидание или не пойти? Но у вас нет времени. Пойти. И все пойдут на свидание, и все пойдут на свидание, да? Точно так же, если у вас есть четкое понимание, что вам надо пищу подогревать нормально, то вы будете в термосе его таскать. В термосе пища сохраняется на много часов. Горячая. Понимаете? То есть есть немножко пошевелеть мозгами, и можно найти выдох. Но если человек не хочет шевелить мозгами, тогда Олег Геннадьевич должен шевелить мозгами. Причем парадоксально, что лучше, Олег Геннадьевич, запор или виселица? Я не знаю, что тут можно от запора умереть, можно от виселица. Можно от микроволонки умереть, можно от колодной пищи. Не знаю, что лучше. Это вопрос вашего нежелания работать над собой, господи. Да, ваш вопрос. Еще молоко, да. Это молоко. Даже я в Москве помню сухое молоко расправлял и пил на ночь. Это тоже молоко. Ну, помогаем, да, расправляем, снимаем напряжение. Но качество этого молока уже намного ниже, чем коровье молоко, допустим, которое от коровы берется. Еще лучше коровье молоко, которое от коровы своей берется, когда с любовью проповедует. Я в Венгрии вообще не ведет себя, видел корову, которые как кошки себя ведут вообще. То есть ты под кошки, им они подбегают, начинают от тебя тереться, там такие радуются. Но это они никогда не видели, что хоть бьют, там люди гоняют куда-то. То есть они вообще как кошки себя ведут. И у них настолько любовь к людям всегда развита, что им раз в пять лет всего надо соединять с быком. Они пять лет подряд дают молоко. Обычно коровы максимум два года дают молоко. А тут пять лет. Вообще, то есть не надо, не надо. Молоко не кончается, потому что они чувствуют любовь к людям. Для них люди как дети. Такой-то момент вот там. Я перестал есть. Не будьте понапитым. Нет другого молока. Лучше всего пастеризованное в магазинах покупать. Оно быстро пользуется, но оно бывает в магазинах. Пастеризованное молоко самое безобидное. В петропакетах там уже добавляют антибиотики, там эти стабилизаторы какие-то. Это уже как-то стоит. Это молоко даже бактерии прескуют. Оно не... Если его открыть вообще поставить, оно не как птифиром не становится. Оно становится каким... Какой-то вонючей, какой-то тухлой какой-то штукой. Пресенью покрывается просто. Оно стерилизованное, печеное. Стерилизованное. Да. А пастеризованное или стерилизованное, но это просто подогревание. Убиваются бактерии никакой. Причем пастеризованное. Это даже не до кипения не доводится. Там температура 85-90 градусов. Молоко долго держится. И оно... Пастер придумал такую систему молоко. Молоко из заражения. Пастер. Я перестала есть мясо и рыбу год назад. Резко опухудела. Самочувствие ухудшилось. Верхние и нижние конечности всегда холодные. Особенно тяжело в холодный период времени. Очень часто хожу в туалет. Как быть в этой ситуации? Вес 40 килограмм. Внимите. Вставайте. Просто позову. Индивидуальный вопрос. Нет человек. Хорошо. Значит, слушайте меня внимательно. Не вижу. А, вы да? Смотрите, у вас в организме не хватает катастрофически масла и белка. Садитесь. Причина, почему вы похудели, заключается в том, что вы не понимаете, что такое пища без мяса. Пища без мяса – это пища, когда много масла и молочный белок там тоже во всех продуктах должен присутствовать. Ну вот здесь, допустим, вы начали поправляться кушать, начали здесь у нас? Да. Да. А почему? Потому что здесь нормально готовят, понимаете? Часто люди вегетарианскую пищу воспринимают как постную пищу. Постная пища и вегетарианская – это разные вещи. Вот в православных постах костная пища, она такая скудная, там масла нет, там, ну, салатики какие-то, кашки. Понимаете, это не вегетарианская пища. Вегетарианская пища – это то, что вот здесь вы на куст покутаете. Это вегетарианская пища, нормально. Пища, которая насыщает, наполняет и как бы… Я вообще ем, понимаете, когда я питался мясом 20 с лишним лет назад, я ел три раза в день. И мне не хватало все время, хотелось кушать. Сейчас я ем один раз в день и немного. Понимаете, она усваивается, переваривается. И, понимаете, как бы… Есть надо меньше, когда человек ест вегетарианскую пищу, ему меньше надо, потому что она лучше усваивается. Но надо правильно ее сделать. И в целом ошибка основная – это не хватает жира и елка в той пище, которую вы сами готовите. Если вы просто кашки и салатики будете делать, этого недостаточно. Нужно больше масла, нужно больше елка. Вот такой ответ. Подскажите, пожалуйста, в губернекциях говорили, что перевоплощение человека возможно только из коровы, афизианы и хищника. Коровы, афизианы, вроде бы, как себе можно объяснить, ну почему хищник? Нет, хищник, по-моему, там я так не говорил. Вот. Это копытные животные, корова, обезьяна, слон, дельфин. То есть высокоразвитые уже такие живые существа. Это человек-хищника может перевоплотиться, который, да, это в другую сторону, вы не поняли, как бы идей. Вообще в человеческую форму жизни может попасть из любой формы жизни человек, ну, в живое существо. По милости святого человека это происходит. Например, если собачка, кстати, собаки и кошки тоже рождаются людьми, в следующей жизни. Тоже рождаются людьми, когда с людьми имеют отношение, но они рождаются людьми в невежестве. Да. А коровы в плавности и копытке. Но если собака служила человеку и сама как бы не пользовалась его услугами, в постели ему не капала, то она может тоже как бы более-менее благородную форму жизни принять. Но первая форма жизни у животных всегда это какие-то, такие отсталые народности такие, где жизнь очень такая, ну, примитивная. Мерчанка какая-нибудь там, очень интересная. Вот, где люди не совсем кто-то еще сориентировались. Также, когда у детей умственно отсталось, это тоже означает первая жизнь после животных формы жизни. Тяжело войти в человеческую форму жизни сразу, у них до разных исходя по всему человечеству. Сейчас очень много рождается и животных формы жизни, и человечество очень много. Насколько благоприятно обедать за рулем. Что лучше кушать в пробке, в горке или на большой скорости за горками. Надо, знаете, кризма как-то идет. Это такая, это ручка такая, и идет трубочка. Возьмите кризму, подвесьте эту машину. Туда, как бы какую-то смесь такую, чтобы она плитко усваивалась без пережевывания. В рот спер встанки и едьте за рулем. Открываете крышечку, раз, замочек открыли, пошли. Раз, открыли, перестали идти. Но жевать одновременно и ехать за рулем невозможно. Когда человек едет за рулем и ест, это значит, что есть стресс. Ну, то есть никакого нормального тыщеварения здесь не будет. Вообще, кушать – это самый энергоемкий процесс в организме. Когда человек ест, именно лучше вообще никакие вопросы не обсуждать. Можно общаться там как-то радостно с близкими людьми. Лучше всего, когда ешь, не задавать вопросы. Каждый может высказать, но не надо задавать вопросы. Когда ты задаешь вопрос, человек расплевается во рту. Потому что ему надо переключиться с потребления на мышление. Это разные вещи совершенно. А здесь постоянно идет мышление, причем стрессовое, во время вождения. Ты же пытаешься не врезаться. Это стрессовое мышление всегда. Мои хорошие, остановитесь просто с Богом. Остановитесь на 10 минут. Это несложно. Это просто страсть. Проближение заставляет кушать за рулем. Остановитесь. Возьмите, вытащите термос, вытащите свежие овощи, фрукты, сою, масло. Включите духовную музыку. На 2 минуты вот так расслабьтесь перед бедой в машине. Расслабьтесь. Потом спокойно покушайте. Еще 5 минут хотя бы отдохните. Потом очень спокойно едьте. Хотя бы минут 15 без дерганей. Едьте спокойно. Небольшая скорость после этого. Вот так надо врезать. Никаких вариантов есть во время движения. Это греет полный вообще. Если вы хотите убить свое здоровье, пожалуйста, попробуйте. Но если вы сделаете призму, как я сказал, и будете подсасывать, то нормально. Называть не надо, просто все шли. Это шутка. Как ведо объяснять про наедение? Если мы получаем психическую энергию не более чем на 50%, то значит, что это возможно, что человек становится не только умертворённым с самим собой и способен компонизировать внутренний поток энергии, но управлять, но употреблять из еды и не употреблять из еды. Какое перевоплощение предсвет этим Личностью? Про наедение не означает, что ты, вот если ты перестал кушать, питаешься солнечной энергией, это не значит, что ты родишься в любом мире. Высшие планеты гарантируют. Это такая сильная аскеза не кушать. Это возможно. Не кушать — это возможно, но это очень высокий уровень йоги. Человек, когда просто жизнью или в этой занимался йогой очень серьёзно, в контроле, то он может постепенно за несколько лет перейти на хроническое питание. То есть пока солнце, да, всё и всё. Но при этом он должен обязательно мыться под душем или быть в воде как минимум час-два в день, чтобы вода через поры заходила. И через поры же в это время будет выходить токсин из украины. Я абсолютно достоверно точно знаю, что есть такие люди, которые не едят ничего. Причём как в 50 лет может быть не есть. Они очень долго могут жить при этом. Но такие люди не могут жить в обществе. Если я начинаю в отчинении, активное в обществе, то они сгорают в психическую энергию. Они должны в отчаянике быть, как отчаянике жить. С природой, как под солнцем контактируют. И вот так очень. Это жизнь для отвлечённых людей. Но если вы не готовы к такой жизни и начинаете пронавидение, то есть ваши каналы психические не готовы к этому, а вы раньше времени начинаете так действовать, причём вы сами не поймёте, готовы или нет, то у вас развивается дистрофия органов где-то за 6-7 месяцев такой жизни. Вы можете не умереть от голода. Человек умирает от голода, именно от голода. Люди умирают от голода. Не от того, чтобы питательных веществ не питать, а от голода. Голод — это эмоциональное, психоэмоциональное состояние, которое вызывает дистрофию. Что такое голос? Голод. Огонь пищеварения активизируется от желания покушать, а человек не ест. Это называется голодом. Понимаете? Внутреннее питание не подразумевает голод. Организм может усваивать то, что является отходами. То есть вошло в отходы, и всё усвоилось опять в пищу. Произошёл такой круг. Для этого круга нужна солнечная энергия. Получится достаточно солнечная энергия. Потому что в всемирных странах это тоже невозможно. Только там, где много солнца, это возможно. И потом зимой тоже праноеды не смогут выжить, когда очень холодно. Могут, но опять-таки это следующий уровень опять же. Гималая сидят, когда холодно, они могут по снегу сидеть. Но это уже следующий уровень возник. Они сначала должны правильно питаться в солнечную погоду, а потом постепенно переходить в холод уже, чтобы солнце брать уже в холодное время. Это всё, знаете, из разряда того, что и не стоит каких усилий. Объясню почему. Потому что цель человеческой жизни — полюбить Бога. Если ты питаешься праной, то не значит, что ты полюбил Бога. Ты куда поймут усилия, таким ты становишься, понимаете? Так, убеды говорят, не надо слишком много остеств совершать пустым. Нужно увеличивать свои отношения с Богом и давать служить людям. Пранаянки не могут толком никому служить, потому что они занимаются только своим питанием целый день. Тем, что они не едят ничего. Это же труд. На солнце надо постоянно быть, ещё что-то. Это труд, понимаете? Какие-то блага им давать, им очень сложно, потому что у них ограничена возможность общаться из-за того, что они сильно контролируют расход энергии. Это как есть, допустим, электромобиль. Хорошая машина, бензин не надо, но далеко не проедешь. И поэтому это тоже как бы неэффективно с точки зрения жизни, которую ты хочешь отдать другим людям. Понятно, да, система? Это возможно, но это неэффективно. Но это очищение от грехов. Эти люди очищаются от грехов, как на высшей планете. Но в духовный мир надо, чтобы по-неразму служить Богу. Да? Скажите, пожалуйста, как снимать напряжение ума? Как? Напряжение ума снимает. Напряжение ума можно снимать как каёгой, с помощью молитвы, с помощью духовной музыки, с помощью дыхательных упражнений, задерживая дыхание, с помощью бани, с помощью воды, с помощью земли, с помощью леса. Можно снимать напряжение. Выберите сами себе, какой-то из этих способов. Можно цепочку повесить в нашу снятие напряжения ума. Она тоже снимает процентов на 60-70 напряжения. Скажите, пожалуйста, если придерживаться правильного режима питания, восстанавливается ли поджелудочная железа? Она может восстановиться на 50-60-70 процентов. Но есть 30 процентов, которые связаны с кармой. То есть просто в результате влияния планет заставляет забиваться тонкие каналы. И если человек при этом не совершает аскезы, которые я перечислял, как йога, задержки дыхания, носить кору, или вот эти все аскезы, которые очищают тонкие каналы, то полностью все равно не восстанавливается организм. То есть благостная жизнь на 50-60 процентов улучшает здоровье. Но есть 40 процентов, которые, ну, можно победить болезнь только с помощью аскезы. Ну, то есть аскез направлен на организм. И то вопрос, какой силы ваш аскеза. Есть такие болезни, которые даже аскезами пробиваются. Нужно все равно какое-то внешнее воздействие достаточно сильное. Такое тоже бывает. Люди, которые встают на благостный путь, они не все болезни у себя вылечивают. Остаются какие-то болезни, какие-то проходят быстро. У меня была предастма, у меня был гастрит с повышенной кислотностью. У меня были какие-то заболевания. Я перестал есть мясо, начал лежать мясо, взлет, и все прошло навсегда. Но есть вещи, которые... Понимаете? То есть и мне приходится решать усилия, чтобы быть здоровым. Болезни, например, у меня тело напрягается очень сильно. Представьте нагрузок, скованность в мышцах, в позвоночнике появляются. Мне приходится каждый день час-полтора заниматься под конекой, чтобы расслабиться. Понятно, да? Или в баню стоять. В бане тоже меня расслабляет. С какой конструкцией связаны проблемы с заложенностью носа ночью? Есть две, два типа заложенности носа. Или это огня много в носу, и там воспаление возникает. Или много слизи. А бывает это все вместе, и то, и другое. Но признаком заложенности носа заключается в том, что есть две оболочки. Самая наружная оболочка, она уже связана со слизистыми оболочками, и оболочка связана с кровью. Обе они, если там блок психический, то возникает заложенность носа. Это как хроническое заболевание. Или одна из них после. Понимаете? То есть, опять же, очищение организма на одном плане убирает проблему хроническую. То есть, какой... Да. Так, вот мы по режиму дня уже продвинулись. Такой часть записывает дверь по жизни. Как избавиться от дубных мыслей? Повторяю, было я постоянно имя Бога. Или я желаю всем счастья. Но вторым фоном все равно глядь слезет. Понимаете? Она лезет, потому что это объем работы. Вы же хотите недоработать, ничего не делать, да, в этом мире. А глядь слезет, это ваш объем работы. То есть, почему глядь слезет? Потому что вам, ну, свет душа показывает. Вот смотри, у тебя есть вот такие грехи вот такие. И из этих грехов ты, мысли, текут в этом ключе. Надо продолжать повторять имя Бога и желаю всем счастья, служить людям. Фон этот постепенно будет слабее. И придет время, он вообще будет исчезать. А потом опять вспыхивать вновь. Я тоже, когда делаю какой-то неправильный поступок, у меня фоном начинает идти грязь. Я начинаю молиться, и потом он трогает. Просто разница заключается в том, что есть, когда люди начинают заниматься духовной практикой, у них внутри очень сильно сидит желание райских планет. Фактически это желание является основным мотивом для людей, которые начинают заниматься духовной практикой. И поэтому человек хочет счастья, чтобы его никто не трогал. Он не понимает, что в духовном мире счастье по-другому выглядит. Там нет такого, чтобы тебя никто не трогал. Там все страдают в духовном мире. Страдают от любви. Там нет вот этого полдежа, знаете, да, грамотного трога. Нет проблем. Как некоторые воспринимают, духовный мир – это такое место, где все спокойно, хорошо. Там можно летать, наслаждаться. Духовный мир – это место, где все страдают и служат в постоянном. Они испытывают счастье в служении. Их страдания для них тоже как счастье по Богу. Это духовный мир. Райские планеты – это вот где все хорошо, и балдеж, и все классно. Это отдых просто, отработка. Все стремятся к отдыху. И поэтому, если параллельно с молитвой идет плохая мысль, а хочется же райских планет, рая, поэтому человек думает, блядь, ну что такое, я же уже должен быть в районе, я уже начал имя Бога повторять. Почему? Деньги заплачены, где услуги? Понимаете? А святое имя Бога не предназначено для того, чтобы в рай попарку. Бог на порог может вам больше трудностей создать, если вы ему начнете поклоняться, чтобы быстрее вас зачистить. Может вам больше трудностей еще в жизни. Понимаете, самое настроение – избавиться от страданий. Оно неправильно. Страдание – это вот человек, когда вот он стоит в углу хорошо, когда человек в углу хорошо стоит, когда он не пытается из угла выйти, он говорит, папа, я согласен, я виноват, стою в углу, спасибо. Папа, ну пора выходить уже. А если он пытается выйти, он говорит, я уже пристел, я согласен, я хороший мальчик, выпускайте меня из угла. Папа говорит, стой дальше. Понятно, да, система? Если вы хотите быть хорошим мальчиком, быстрее выйти из угла, не получится ничего. Надо радоваться и стоять в углу. И тут плохие мысли, молимся Богу дальше, все хорошо. Я наказан, поэтому плохие мысли. Я наказан, не могу выйти замуж. Я наказан, поэтому у меня геморрой. Человек должен сначала принять судьбу. Не надо с ней конфликтовать. Я наказан, поэтому вот так вот в моей жизни. Примись судьбу. Согласись с тем, что у тебя такая жена, такой муж, такие дети, такая работа. Согласись со всем, что в твоей жизни есть. Олег Геннадьевич говорит, надо жить среди хороших людей. А я живу среди плохих. Я сейчас всех брошу, поеду хорошим. Так не работает система. Вы там никому не нужны такой, понимаете? Сергей хороший. Надо самому стать хорошим, и сразу поменяется атмосфера. Некоторые врачи ко мне подходят. А как набрать клиентов? Ты начни лечить нормально. Клиенты сами наберутся. Когда человек делает что-то хорошее, сразу же ответ всегда дает. Сразу же. А пока не можешь лечить нормально, перебивайся как можешь. Понимаете, о чем я говорю? Как только у женщин наступил хороший характер, муж меняется, или Бог дает другого. Может, это не ваша забота. Вы принимаете, какой есть. Какой есть судьбу. Да? Скажите, пожалуйста, как выжить на 21 этаже? Можно нормально, можно выжить на 21 этаже. А что для этого сделать? Йогой заниматься. Под душем почаще стоять. Землю поставить себе. Ножки в землю. Там на компьютер работаешь. Есть прямая связь с землей, а есть медитативная. Можете, допустим, в тазик землю поставить с любимого леса. Можно деревья, кстати, посадить в доме. Они будут тоже давать симулы. Вот типа фикусы. Фикусы. Да. Всякие фикусы. Ну, то есть, надо что-то делать, понимаете. Можно землю поставить, на компьютер работают, ножку в землю вы в лесу уже. Потому что вы связаны с энергией уже с этой. Духовная музыка. Фикусы-фикусы. Ну, то есть, все можно оборудовать себе на 56-м этаже нормальную жизнь. Ну, так как вы наказаны судьбой, вас же никто не заставлял там квартиру покупать. Сам купил. Сам купил. Вот за это будете сейчас отвечать. Пострадать. Устыл бронда в выкидыша. Укорочение шейки мальчики. Врач прописал гормоны. Я не могу ответить на этот вопрос не индивидуально. Вот я сейчас ошибусь и способствую тому, что ребенок будет потерян. И зачем мне это надо вообще? Ну, это сама идея неправильная. Вот опять же, вот эта система. Олег Иванович, делайте вот так. И чтобы не было какие-то шеи. Такого не бывает. Мы хорошие. С пациентом надо работать, понимаете? Вот кто из вас строитель в один круг? Вот мне сейчас вот так домик построить. Вот так. Раз, два. И домик стоит. Можете? Нет? Не могу. Я тоже так не могу улечь. И вылечил одним словом. А я в таких случаях говорю, девять женщин, одного ребенка не могут пройти. Да, девять женщин, одного ребенка. Ситуация. Мои хорошие. Как вы относитесь к методу очищения кишечника? Шанат Рапшалан. Хорошо отношусь. Нужно ли проводить очищение печени? Если да, то каким образом? Все виды очищения – это врачебные процедуры. Все они проводятся под контролем у врача. Или когда вы научились это делать у врача, можете это делать уже без него, если нет, от для вас от работы. Какое метод очищения вам подходит? Как проводить это очищение? Все это исследование вашей организмы проводится квалифицированным человеком. Допустим, вы уже знаете, какое слабительное вам подходит? Какой метод очищения подходит? Вы можете это по совету врача уже сами делать, потом продолжать. Но сейчас я, допустим, вам скажу, все делаем магнезию. И вам магнезия может так замкнуть кишечник. Понимаете? Что потом никто не разомкнет. Может завар кишок произойти. Понимаете? То есть просто давайте будем понимать, что очищение организма – это профессионально, очень высокоплатифицированный труд, требующий работы с врачом совместно. Или с специалистом по йоге, допустим. Есть люди, которые, зная йогу, они при этом знают, как вам очистить свой организм. Но лучше, если бы эти люди были еще врачами и медработниками, чтобы понимать, какие осложнения могут быть при очищении. Скажите, пожалуйста, какие общие рекомендации для подготовки в дременности траво-спецепродукты, питания, методы очищения организма. Для подготовки к дременности нужно начать соблюдать режим дня, бросить мясо, бросить курение. Курение – это главный фактор, уничтожающий здоровье у женщин. Надо перестать ездить слишком часто. Вибрации от поездок тоже снижают возможность зачатия. Надо стараться больше контактировать с землей. Больше молочных продуктов есть женщине, допустим. Мужчине начать заниматься физической нагрузкой. Когда мужчина физически трудится, у него семя очень сильно вырабатывается. Нужно ограничивать половую жизнь, потому что когда люди расходуют сильно половую энергию, у них искусственное бесплодие возникает. Потому что сила семени и сила гормональной функции женщины тают, очевидно, в привлении секса в жизни. Понятно? Нужно ограничить отношения половые на какое-то время, чтобы накопилась сила. Нужно заниматься больше духовной практикой, чтобы лучше душа привлеклась. Нужно примерно узнать у астролога. Если астролог не вменяемый, он вам скажет, что три года не надо начинать, плохой период. Значит, он не вменяемый человек просто. Если астролог не вменяемый, он говорит, что сейчас два месяца, три-четыре потерпите, а через это время можно, допустим, начинать. Понимаете? То есть астролога воспринимайте тоже, смотрите на него трезво. Если он какие-то советы безумные дает, значит, надо еще от того кого-то спросить. Вот. Надо сказать с астрологом, какие периоды астрологические будут приятны для зачатия. А если вам уже сорок пять, и вам говорят только через три года, вообще не слушайте никаких астрологов. Начинайте как можете. Хорошие периоды и плохие. Понятно, да? Если вам совсем не имется, обдирайтесь, чем придется. Обдирайтесь, чем придется. Вон, и не займитесь процедурой. Надо понять, что из разных ситуаций в жизни не всегда, как бы, те, кто дает консультацию, они понимают это все глубоко. Слевите, что вы не поняли, подмите к другому, поговорите с ними. Я вам советую, чтобы принять решение по отношению к своему предпериоду жизни, советую вам пройти консультацию у трех астрологов разных. И, как бы, среднеаритметическое взятие из их советов, и, как бы, это уже будет ближе к истине. Вот, в один Тунеев так и сделал. Когда Аминал был отреченный образ жизни принять, он пять человек проконсультировался по свою судьбу. Они все сказали разные вещи про его жизнь. Выдающиеся астрологи, пять человек разных. Все разные вещи сказали. Но все сказали, что тебе лучше не жениться. Каждый из них. И он принял отреченный образ жизни. Все должны рожать только с утра. Нет, нет. А? Жизнь на сколько лет? Можно. В сколько лет? На какой-то пятидесяти. Рожайте, когда можете. Зачинайте, когда можете. Но для зачатия лучше ночное время. Закат, когда солнце садится, очень неподоприятно. Утром нормально. Днем. Ребенок, если начинается днем, то тогда он ослабленный. Если в закат, то у него с мозгами проблемы. Если слишком позднее утро, то он сильно чувствительный. Ночью здоровый. Понятно, да, система? Так вот, ножки, что-то не начинают. Наступает ночь. Затем ты, мань. Пусть вновь не стоят. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Ночь начинается, когда садится солнце. Солнце село ночью, все. А у нас на следующем месте на сердце? Ну, тогда ночь начинается в 9 вечера у нас. В 9-10 вечера. Не могу поститься на воде, а сухой пост переношу значительно легче. Ну, поститесь на сухой. Но в нескольких лекциях слышала информацию, что женщина сухой пост неблагоприятнее. Неправда. Все индивидуально. Что нужно делать, чтобы не заболеть онкологическими заболеваниями? Для этого нужно поститься. Если человек соблюдает посты, то вся онкология уходит. Понимаете, пост прочищает каналы. Хатха-йога длительные по часу в день прочищает каналы. Дыхательные упражнения. Можно коробку приехать, у нас коробка лечится. Кора. А когда, если правильно прошли курс лечения, корень поносили. Даже если у вас была вклина онкология, до свидания. Потому что все каналы наладились и уже рак не разобьется. Чтобы не заболеть онкологией, надо перестать пить мясо. Самая главная причина онкологии – это мясная пища. Мясо дает онкологическое. Это доказано учеными современной инфекции. Диссертация на это где мы написаны. Вот. А также онкология дает курение. Все знают об этом. Алкоголизм в основном не дает онкологию. Он дает цирроз к печени и полная атрофация разума. Человек атрофируется мозги. Но онкология не заболевает. Те, кто плют. Мозги атрофируются, печень атрофируется. Онкология не заболевает. Но некоторые заболевают. Дальше, чтобы не заболевать онкологией, надо никого проклинать и ненавидеть. Это тоже дает онкологию. В наше время проклятие всегда возвращается назад. Ты проклял кого-то, ему ничего не будет, тебе будет. Потому что в наше время нельзя проклинать, это запрещено. Проклятие — это энергия драхманическая священника. Священник может наказать проклятием человека, если он очень подочетивый человек. Для чего это делается, чтобы человек потом больше никогда так не делал? Он пострадает и больше так не будет делать. Но даже в наше время священникам запрещено проклинать. В наше время люди настолько деградированы, их не проклинать, надо обращать. Проклясть можно только очень сильного человека, который может принести этот груз. Понятно, да? Если человек ненавидит кого-то, значит, он за это будет отвечать сам. Онкология чаще всего. Когда люди живут униженной жизнью, унижаются перед кем-то, это тоже зло. За это они получают тоже онкологию. Или человек живет в депрессии, он не согласен со своей судьбой, тогда он тоже может получить онкологию. Как стать пчелой? Я сам не знаю ничего, не в таком сознании не должен. Я пытаюсь служить, но иногда получается. Это же святость, уровень святости. Как стать? Это вопрос из серии. Они не начали, как запрыгнуть на девятый этаж. Нельзя запрыгнуть на девятый этаж. Надо идти по ступенькам постепенно. Медленно, постепенно это все. Меняется этот длительный процесс на много жизней. Не торопитесь. Просто живите благостной жизнью. Она счастливая с самого начала. С самого начала жизнь становится лучше в благости. Питание лучше, друзья лучше, работа лучше, денег больше. Поэтому жить благостно выгодно. Это выгодная жизнь благостная. Живите благостно. Не думайте, стали вы пчелой или нет. В ее время станете. Сыну 11 лет, живу с ним одна. Мужкову примера нет. Как мама может воспитывать благость? Для этого нужно войти в духовную среду. Когда женщина в духовной среде, у нее есть наставник. Наставник обычно мужчина. Может давать наставление ребенку также. Друзья могут быть, семьи целые. Так как благостные люди, они заботятся друг о друге. Муж, подружки может давать наставление сыну. Если нет мужского контакта у ребенка с мальчиком, то тогда он не будет развиваться нормально. У нас в ващнарской традиции есть один мужчина, монах, который на лето берет, на месяц, на два, берет детей, мужского пола, мальчиков, и делает с ней мужчин. Они там и борются, и сражаются, и закаливаются. Вот целый месяц, два, просто там у ребенка приезжает совсем другой человек. Но это вот именно в нашей культуре, в основном, в ващнарской традиции такая система. Пожалуйста, вот это очень и очень важно. Вот эти ангелы, которые вам положили на стуле, надо заполнить еще раз после фестиваля, что поменялось. И нам их сдать. Это наш научный труд с вами. Это ваша помощь нам. Если вы хотите стать пчелами, сделайте это. То, что вы можете для нас делать, мы нуждаемся в вашей помощи и заботе в этом плане. А куда оставать? Оставать там на выходе. Заполните и сдайте. И вы поможете, будет писаться диссертация на эту тему фестиваля. Мы одним учеником, хорошим человеком. Спасибо вам, да? Музыки нет. Ага, спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, ага. Как вести себя во время древности? Когда стоит рассказывать действие люди? Во время древности женщина не должна много работать. Древность не предназначена для работы. Она предназначена для молитвы и для духовной жизни. Древняя женщина как монашка живет. Она как монахи живут, только духовная практика, как беременная женщина. У нее нет особо никаких обязательств в жизни. Но если она при этом считает, что она должна упахиваться и вынашивать ребенка, тогда ребенок и орган уходится. То есть вам надо в семье пожертвовать деньгами. Когда женщина вынашивает, она должна... Ну, в семье не хватает денег, значит, надо жить поменьше денег. Будет поменьше денег, будет решение. Какие-то нужно бы женщина спокойно в становке будет вынашивать. Понятно, да? Или сбережения какие-то сделать, небольшие там, чтобы на... ...кушать просто и жить спокойно. При этом лучше работать. Слышала, что очищение кишечника после еды, естественно, сигнализирует о неполадках в организме. Если, допустим, у вас иногда так случилось, что вы поели и какать захотели, ничего страшного. Но если так случается каждый день, это проблема. Понятно, да? Это проблема, связанная с пищеварением. Значит, у вас перевозбуждение входит в организм. Кишечник страдает от перевозбуждения. Воспитатели в детском саду, который посещает мой ребенок, часто жалуются, что дети гиперактивные. Понимаете? Вот смотрите. Люди все ездят на машине, это напряжение. Люди все куда-то бегут, спешат. Они нервные, то есть они не успокаиваются молитвой. Это называется страсть. Все люди живут напряжением. Ко мне одна мама пришла, так, с квадратными глазами, а люди иначе подскажите, что делать сыну. У нее сильное напряжение. Она сама сидит, какая-то квадратная глаза. Сынам ничего не надо делать. Дети отражают атмосферу, в которой вы живете. Атмосфера спокойная, дети спокойные. Атмосфера напряженная, дети напряженные. Все. Бывают исключения, когда ребенок болен, у вас спокойная атмосфера, вы не ервите, все нормально, ребенок напряженный. Его надо лечить, значит. Этот ребенок нуждается в лечении. Поставили кору, промаскивание сделали, расслабило психику, цепочку повесили, расслабило психику, ребенок успокоился, все нормально. Есть болезнь напряжения детского организма, болезнь. А есть неправильный образ жизни родителей. Когда человек сильно хочет много от жизни, он становится напряженным. Так действует жалость. Дети тоже становятся напряженными. И это напряжение поддерживается в доме как? С помощью мультиков, в которых все бегут, поставят. Пучи-пучи-пучи. Такие мультики смотрят дети. Или они играют в компьютерную игру. Вот так вот. Если ребенок и так напряженный, зачем ему все это стимулировать еще эту фигню всю? Дайте ему посмотреть что-нибудь спокойное. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, ребенок в лучшем городе. Такие спокойные мультики. И там не знают о голове. Не там. Спокойно. Подберите подводку. Сделайте спокойно. Пускай дети-то смотрят. Они будут успокаиваться. Но если при этом вы смотрите хоккей, значит, не будет спокойно идти. Целый день на белом свете. И все куда-то корисят. Едут взрослые дети. На работу за сам. Едут тещи и в аптеку едут. Едут гости и в аптеку едут. Тещи на обеды. Все живое человеком через 10 тысяч лет. Да, даже. Что подсоуц? Что совсем подсоуц?